Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на ваши вопросы. В прошлый раз, когда мы снимали видео, посвященное камбале, нам шел вопрос рассказать о рыбе-луне, которая была на заднем фоне. И сегодня мы выполним эту просьбу, потому что на самом деле рыба-луна это такое удивительное создание, которое, безусловно, заслуживает отдельного рассказа. Ну, во-первых, о ее названии. С чем связано название рыба-луна, наверное, вам понятно, потому что по форме это животное напоминает такой диск округлый. И на самом деле это не единственное название рыбы-луны, которое связано с ее формой, потому что на латыни эта рыба называется мола-мола, а мола в переводе с не означает жернов. И действительно форма рыбы, серый цвет ее кожи, а также то, что эта кожа довольно грубая, все это напоминает мельничный жернов. На английском языке эта рыба называется рыба-солнце. Ну, в общем, по аналогии с луной тоже вот этот округлый диск, который мы видим на небе. Ну, а, например, в немецком языке одно из названий это рыба-плавающая голова. И понятно почему, потому что действительно форма этой рыбы совершенно ненормальная. У нее такое ощущение, что просто нет туловища, а голова сразу заканчивается каким-то куцым хвостиком. И действительно у этой рыбы такое количество разнообразных странных качеств и свойств, что об этом стоит обязательно поговорить. Ну, во-первых, надо сказать, что это самая крупная костная рыба из всех вообще, которые нам сегодня неизвестны. Она может достигать больше трех метров в длину. Вы видите, что у нее есть два крупных плавника. Сверху и снизу это спиной и анальные плавники. Они очень большие. И от верхнего до нижнего края плавников эта рыба может быть высотой больше четырех метров и двадцати сантиметров. И весит самый большой экземпляр, который был обнаружен и который удалось взвесить больше двух тысяч двухсот килограмм. Ну, то есть, представляете, такой практически плавучий слоник такой. При этом действительно у этой рыбы отсутствует хвостовой отдел позвоночника. И у нее вообще самый короткий позвоночник среди всех рыб. У нее всего навсего 16-18 позвонков. Вот. Поэтому хвоста, соответственно, тоже нет. А вот спиной и анальные плавники, разрастаясь, образуют такую своеобразную пластину, псевдохвост, которым можно немножечко пользоваться для руления. Но не очень, на самом деле, хорошо. В основном рыба движется за счет движения спинного и анального плавников, которыми она взмахивает, ну, примерно, как птица взмахивает крыльями. И, в общем, достаточно грациозно может передвигаться. У нее, помимо того, что нет хвоста, у нее также нет боковой линии, которая есть у многих рыб. Мы с вами уже об этом тоже говорили. У нее нет плавательного пузыря. А плавучесть ее поддерживается за счет того, что, во-первых, у нее очень легкий скелет. Несмотря на то, что это костная рыба, ее скелет в основном состоит из хрящевой ткани. И еще у этой рыбы очень толстая кожа. И под кожей находится толстый слой такого гелеобразного вещества, которое также достаточно легкое, легче воды и хорошо поддерживает ее плавучесть. А кожа в некоторых местах достигает толщину 7,5 сантиметров. В общем, это здорово, потому что рыба, в общем, не очень быстрая и не очень поворотливая. И такая толстая кожа хорошо ее предохраняет от укусов, от нападений многих хищников. Но не всех. Об этом мы немножечко позже еще поговорим. Еще одно поразительное качество рыбы луны – это ее необыкновенная скорость роста. Пожалуй, самая высокая среди всех животных. В неволе, например, известно, что за 15 месяцев эта рыба набрала 400 килограмм. То есть средняя скорость ее роста – около 800 грамм в день. Даже трудно себе такое представить. И, конечно, ученых заинтересовало, почему так происходит, что с этой рыбой не так по сравнению с другими животными. Оказалось, что некоторые гены, которые связаны с выработкой гормона роста и работой его сигнального пути, прошли пути ускоренной эволюции. То же самое произошло и с генами, отвечающими за развитие скелета. Что еще? Несмотря на то, что рыба-то огромная, 3 метра в диаметре, у нее очень маленький рот. Питается она, раньше считала, что питается исключительно медузами, но сейчас выяснено, что медузы составляют около 15% ее рациона, а питается она разнообразными животными – моллюсками, головоногими в основном, ракообразными, небольшими рыбами. Причем интересно, она свою добычу засасывает. То есть создается область низкого давления за счет того, что рыба всасывает в себя воду и с водой всасывает добычу, которая находится у нее непосредственно перед ртом. Зубов у этой рыбы нет, а есть такие зубные пластины, то есть зубы срослись, образовав эти пластины. И, соответственно, еще что интересно, челюсть ее неподвижна, она не может их сомкнуть. Долгое время считала, что эта рыба вообще относится к планктону. Что такое планктон? Это различные, чаще всего мелкие организмы водные, как растительные, так и животные, которые не могут самостоятельно противостоять течению и двигаются просто туда, куда несет их океанская вода. И долгое время считала, что эта рыба, в общем, тоже не может самостоятельно никуда плыть, а только по воле волн может каким-то образом двигаться. Но оказалось, что это не так, что она достаточно неплохо может плавать. Она, конечно, не тунец или не рыба-меч, она не может развивать какую-то грандиозную скорость, но при этом может плавать со скоростью примерно около трех с небольшим километров в час и преодолевает в день до 26 километров. В общем, согласитесь, для такого странного существа это вполне неплохо. Ну и еще. Эта рыба иногда встречается на глубинах до 800 метров, то есть она может достаточно глубоко, принимая вертикальное положение, достаточно глубоко опускаться вниз. Но, правда, надо сказать, что в основном все-таки чаще она встречается на глубинах от 100 до 200 метров. Когда рыба опускается на глубину, там температура воды достаточно холодная, и рыбе необходимо согреться. Поэтому она поднимается нередко днем на поверхность воды и лежит плашмя на поверхности воды, как такой большой блин. Это помогает рыбе, во-первых, согреться, это может продолжаться в течение нескольких часов. И, кроме того, такое поведение считается, что помогает рыбе избавляться от паразитов. Когда рыба всплывает на поверхность, получается такой небольшой островок, на который часто приземляются какие-то морские птицы, например, чайки, которые выклевывают паразитов на коже у рыбы луны. Таким образом, в общем, происходит ее очистка от всяких неприятных паразитов. Тоже такое поведение не совсем обычное для, скажем, рыб. Но еще один интересный факт – это самая плодовитая костная рыба. Представьте себе, что самка за один раз может выметывать до 300 миллионов икринок. Икринки необычайно мелкие, диаметр икринки около одного миллиметра. Мальки, которые появляются из этих икринок, выглядят очень своеобразно. Они похожи на маленьких иглобрюхов. И, в общем, это не удивительно, потому что рыба луна, несмотря на то, что выглядит очень странно, она на самом деле относится к иглобрюхообразным. И она родственник таких рыб, например, как рыба еж или иглобрюх. Во взрослом состоянии она на них совершенно не похожа. А вот мальки, пока маленькие, они такие округлые, они сверху покрыты шипами, которые, вероятно, защищают мальков от нападений хищников. Мальки претерпевают метаморфоз и со временем также лишаются, как и взрослая рыба, задней части позвоночника, хвостовой части и превращаются в таких странных созданий. Если мальки у рыболуны очень мелкие и у них множество врагов, то кто же может охотиться на взрослую рыбу? Вариантов не так много. Нападают на рыболуну акулы крупные, нападают косатки, но и морские львы тоже нередко нападают на этих рыб. Причем они могут откусывать рыбам плавники, и потом беспомощная рыба служит для них такой игрушкой, как фрисби, летающая тарелка. Они играют ей какое-то время, а потом просто бросают бедную беспомощную рыбу на произвол судьбы. Так что, как видите, не только камбала странная рыба, есть другие плоские рыбы, очень странные, с очень необычными качествами и свойствами. Кстати говоря, известны сейчас шесть видов рыб лун, которые внешне друг от друга немножко отличаются, но основные такие свои качества во всех видах присутствуют, то есть они все имеют хвоста, они все выглядят очень странно, странно плавают, странно передвигаются и все весьма плодовиты. Ну и близятся длинные выходные, и чтобы вы не скучали и провели время с пользой, если вас заинтересовали рыбы, о которых мы уже многократно рассказывали, я вам советую почитать такую замечательную книжку Heaven Scales, которая называется «О чем молчат рыбы». Здесь рассказывается о самых разных удивительных качествах и свойствах рыбы, потому что действительно рыбы уникальные организмы, они нам кажутся, может быть, примитивными очень, но на самом деле это самая большая и самая разнообразная группа позвоночных животных. И здесь рассказывается и о морских коньках, самцы которых вынашивают своих будущих детенышей в особой сумке на брюхе, рассказывается о рыбах, которые разводят сады на коралловых рифах, рассказывается об электрических рыбах, рассказывается о самых удивительных способах охоты разных видах рыб, которые даже трудно себе представить. Например, известно, что есть рыбы, которые выбрызгивают струю воды и сбивают таким образом свою добычу, как правило, насекомых, которые садятся на какие-то ветви растений, свисающих над водой. Ну и на самом деле существует очень много еще удивительных совершенно примеров анатомии, физиологии, поведения рыб, которых вот из этой книги вы узнаете. Тут есть тоже QR-коды, на которые можно навести и, например, посмотреть короткие видео. Есть такие рыбы, которые строят лабиринты на дне морском. И вот здесь вот есть такая красивая фотография цветная среди иллюстраций. И рядышком есть QR-код. Если на этот QR-код навести, то можно посмотреть видео. Ну а поскольку наша сегодняшняя героиня, рыба-луна, относится к иглобрюхообразным, то мне хочется вам прочитать один фрагмент из этой книги, который посвящен иглобрюхам, известным нам также в виде блюда японской кухни под названием фугу. Многие века людей невероятно интриговали иглобрюхи. Древние египтяне высекали их изображение на камне, а японские посетители ресторанов до сих пор платят огромные деньги и рискуют жизнью, чтобы их отведать. Пока не были введены законы, требующие, чтобы повара годами тренировались и получали лицензию на приготовление иглобрюхов, десятки людей в Японии каждый год умирали от отравления рыбой фугу. Даже в наши дни ежегодно 2-3 неудачливых или безрассудных едока умирают. Иглобрюхи так опасны из-за ядовитого алкалоида – тетродотоксина. Он накапливается в печени и половых органах кожи и кишках иглобрюхов, частях, которые искусные повара умеют вырезать. 1 мг этого сильнодействующего нейротоксина, капли размером с кончик иглы, убивает взрослого человека. Нагревание его не деактивирует, антидоты не существуют. Иглобрюхи не сами производят тетродотоксин, но получают его из пищи, содержащей бактерии, вырабатывающие тетродотоксин. Если их кормить пищей без этой бактерии, то рыбы постепенно потеряют свою ядовитость. Таким образом, рыбоводы получили безопасных для употребления иглобрюхов. Но они не популярны среди посетителей японских ресторанов, желающих пощекотать себе нервы, поедая диких рыб фугу. Книга, уверяю вас, совершенно потрясающая. Мир рыб откроется для вас с новой стороны. И надеюсь, вы будете так же изумляться, как изумляюсь каждый раз я, когда узнаю что-то новое об этих удивительных животных. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, все. Присылайте нам свои новые вопросы или пишите их в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить пальчик вверх. Ну и, конечно, приходите в музей. Мы всегда будем рады встрече. И всем пока. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»